Горный массив Арарат состоит из двух слившихся основаниями конусов потухших вулканов – Большого Арарата высотой в 5165 метров и Малого Арарата высотой 3925 метров. Их разделяет Сардар-Булакская седловина. В массиве имеется около 30 ледников, длина самого крупного из которых, ледника Святого Якова, превышает 2 километра. По некоторым сведениям, до 1840 года на склоне горы стоял монастырь Святого Якова, но его уничтожило землетрясение. Кстати, после моего восхождения на Арарат, звонили мне и задавали вопрос. Совершенно не армяне, а русские, украинцы. Они задавали мне вопрос, а что, разве Арарат не находится в Армении? Он находится в Турции? Многие даже не знали, что Арарат находится в Турции территориально. Они предполагали, что в Армении. И почему это я совершил такое восхождение с трудом? И там турки могли как-то что-то помешать этому? Поэтому это было откровение для многих. Вы можете теперь представить, что значит Арарат для Армении. Это символ. И символ убирать не то, что с герба невозможно, его невозможно разделять от территории Армении. Поэтому я думаю, что и правительство Армении, и другие правительства должны просто стремиться к тому, чтобы хотя бы гора Арарат вернулась на территорию Армении. Я буду искренне счастлив в тот момент, когда это произойдет. Наверное, можно будет спокойно, со спокойным сердцем и отправляться к Господу в этот момент. Но я хочу сказать другую вещь, что пока Арарат находится, конечно же, не на территории Армении. Это боль, я считаю, у каждого настоящего армянина. И лишний раз, каждый раз подниматься на эту гору, это как в первый раз. Но, конечно, с первым разом ничего нельзя сравнить. Но каждый раз, как прихожу я к этой горе, у меня такое ощущение, что я прихожу домой. Я не прихожу на какую-то гору, которая находится на территории другого государства. Я прихожу на эту гору и чувствую себя, как будто я на родной... А я не как будто, то есть я на родной земле. Понимаете? Это родная земля. Она меня тянет. Символично то, что мы сейчас сидим на берегу Черного моря. И речь пойдет о Ное в ковчеге. Видимо, все-таки человечество, гора и сам ковчег притягивает с точки зрения сенсации. Открыть ее и сказать, вот мы нашли. Вот я первый, кто нашел. Да, и вот посмотрите, современное человечество, насколько верна Библия. Да, я могу об этом рассказать. И именно как раз речь идет о том, что с нами был Курт, которому сейчас 53 года было. Сейчас уже, наверное, 55, потому что эта экспедиция была в 2008 году. Он рассказал нам, что в 15-летнем возрасте, будучи еще мальчишкой, он видел нечто подобное в виде дома с маленьким окошком. И он пообещал нас привезти в это время, в это место, где он это видел. Он вообще не слышал о Ное в ковчеге ничего на тот момент. Мам, я заползал и поранился. О, это очень, очень плохо. Я попрошу тебе голову. Ну и что мы будем делать? Поранился. Ты же мужчина. Сейчас тетя послужит, посмотрит на тебя и скажет, какой же из него хоккеист. А что, мы остановились? Он побоялся войти в этот дом? А, да. Он побоялся войти в этот дом, и потом, как мальчикам он рассказывает, то после этого случая он больше не видел. На тот момент, конечно же, он не мог ни писание читать, ни слышать о Ное в ковчеге. И когда ему рассказали об этом, уже в 53-летнем возрасте, он сказал, что, видимо, это и было это, потому что, ну что это, все параметры, все описание, оно совпадало буквально. И он вызвался нас не за деньги, вы понимаете, а просто привезти в это место и показать. То есть его интереса, будем говорить, ни финансового, ни другого я не видел. Тем более, что он попросил о нем не писать, и его имени не упоминать. С той точки зрения, чтобы у него просто не было потом там осложнений с местными военными силами. И когда он привел нас в это место, то первая его реакция была, это на то, что место находится где-то на высоте 20-30 метров выше того, когда он там был. И что двух вершин, которые стояли, их нет. На самом деле это так. Они разрушены. И разрушены они, как свидетельствуют и фотографии, и визуальное обследование, не просто разрушением природным и временным, а разрушены они либо взрывами, либо бомбежкой, вот таким методом. Но провести операцию по разгребанию огромных каменных глыб высотой 30-20 метров на высоте 3-200 и на территорию, куда нас спустили на несколько дней, это представляется мне сегодня просто невозможным. И когда мы уже непосредственно спустились с горы Арарат, то удалось и разузнать, в общем-то, получить такую справку, что некогда генерал, который турецкий командовал этим округом, был такой Тамам Хаман, то он еще в 91-м году поднял два самолета, один с Эрзрума, два с Диарбакира, и отдал приказание бомбить это место, именно это место, аргументируя тем, что там якобы находятся боевики Курской рабочей партии. Но одно из, так сказать, лиц, которые имели доступ на то время к его дневнику, свидетельствует об обратном, что в его дневнике была запись о том, чтобы это место засыпать, где находится ковчег, с одной лишь целью, чтобы прекратить поиски этого ковчега и прекратить доступ нетурецких лиц на территорию Арарата. Его путь – это горы Пакистана, Ирана, Таджикистана, Киргизии, Франции, Италии, Швейцарии, Аравийской пустыне. И всегда с ним был флаг Армении. Человек, который ходит в горы, любит их, он уже как бы повязан с ними. И жизнь без горы, без гор, без восхождения, она становится какой-то тусклой. Поднявшись на любую вершину, ты начинаешь наблюдать, как все, что находится ниже этой горы, и ты смотришь с высоты того взгляда, который тебе необычен, будем говорить, непривычен. И, естественно, этот эффект будет не сравним ни с чем. Но явление, которое происходит на горах выше, там по-разному, конечно, открывается и панорама, и видимость. И то, что открывается глазу, мы себе здесь представить не можем. Те краски, которые там открываются, ни одна камера, ни один фотоаппарат не может передать именно в той сути, которую видит человеческий глаз. Жизнь никогда не теряет смысл, даже у людей, которые сидят в тюрьме. Но смысл в клетке, то есть я имел в виду, но смысл жизни, который ты уже когда-то познал, и от него отойти, это своего рода как бы оконченный путь, что ли. Вот мне не хотелось бы, чтобы мой путь заканчивался, и связь моя с горами, она, наверное, до конца, на всю жизнь. По праву первопроходца Сергей Кафаджан дал название безымянным вершинам на Памире. Пик Украина – 5030 метров над уровнем моря. Пик Армения – 5495 метров. Пик Олега Макарчана – 4980 метров. Пик Шарля Знавура – 5250 метров над уровнем моря. То, ради чего я поднимался на вершину, давая ей имя – Пик Шарля Знавура. Заслуга, наверное, все же в том, что этот человек вложил немало, будем говорить, и финансов, и усилий своих в поднятие Армении после землетрясения, после столь страшного события, которое постигло нашу родину. В 1988 году, 7 декабря. Он один из первых, кто отозвался и организовал кампанию, всем известную, Шарля Знавура Армении. Оказал помощь. И эта помощь не просто была моральная, она носила и материальный характер. И известно, что сколько вложил этот человек, наверное, мало кому конкурировать с ним рядом. Тем более, надо быть благодарным этому человеку. И благодарность – это одно из, наверное, будем говорить, важнейших факторов нашей жизни человеческой. Потому что быть благодарными – это и есть наши человеческие отношения друг с другом. Один может вложить, другие должны быть благодарными. Вот этот пик Армении, который появился на Памире, я думаю, это тоже Божье благоволение тому, чтобы это было. Я встречался с ныне президентом, тогда еще премьером Республики Армения, премьером-министром, и он принял непосредственное участие в том, чтобы этот пик официально был признан Республикой и Таджикистана, и самой Арменией. Каждый раз, как прихожу я к этой горе, у меня такое ощущение, что я прихожу домой. Я на родной земле, понимаете? Это родная земля. Я на родной земле, понимаете? Это родная земля. Я на родной земле, понимаете? Я на родной земле, понимаете?